Наблюдатели ОБСЕ отмечают передвижение военной техники в Донбассе. По их данным, колонны с тяжелым вооружением, машины с установками залпового огня «Град» и танки движутся в направлении Донецка. Вернуться к выполнению минских договоренностей призвал все стороны конфликта глава МИД Германии Франк Вальтерштайнмайер, находясь с визитом в Казахстане. Взрыв в Харьковском клубе «Стена» квалифицирован как теракт. Вечером 9 ноября в рок-пабе в центре города прогремел взрыв. По меньшей мере 13 человек пострадали. Директор клуба связывает происшедшее с благотворительной деятельностью паба – сбором помощи для украинской армии. Владимир Путин обещал стабилизировать курс рубля. На саммите ОТЭС в Пекине президент России заявил, что Центробанк принимает для этого необходимые меры. В Пекине проходит саммит организации азиатско-техоокеанского экономического сотрудничества. В рамках саммита Россия и Китай заключили 17 соглашений, в том числе о новых поставках российского газа. Около 80% проголосовавших каталонцев высказались за независимость Каталонии от Испании. Таковы предварительные итоги опроса, в котором приняли участие более 2 миллионов человек. Результаты голосования не будут иметь юридических последствий, поскольку Конституционный суд Испании запретил региональным властям проводить референдум. В столице Германии завершились праздничные торжества по случаю 25-летия падения Берлинской стены. 7 тысяч воздушных шаров, укрепленных вдоль линии, где когда-то проходила стена, поднялись в небо. Это символизировало разрушение стены.